Уже становится традиционным. В рамках этого форума мы в прошлом году уже обсуждали определенные вещи, тренды. И по-хорошему я, наверное, хотел бы в большей степени ответить на вопросы, что из тех задач, которые мы перед собой ставили, что удалось сделать, что не удалось. Если говорить о вызовах и трендах, наверное, опять же, не возьмусь сейчас говорить о глобальных трендах. Мои коллеги в первой части, я думаю, более интересно и широко этот вопрос раскрыли, поскольку это вопрос, наверное, в какой-то степени академический, он требует изучения, внимания. К сожалению, у меня сейчас в последнее время не так много времени быть в курсе всех событий. В целом я хочу сказать, что текущие, скажем, вызовы и проблемы казахстанской системы здравоохранения, они в целом находятся как бы вот в рамках неких глобальных вызовов. И он, в принципе, на мой взгляд, если так сказать, макро за последние годы сильно не поменялся. То есть как обеспечить всеобщую доступность медицинских услуг в условиях дефицита финансовых средств, а именно растущие, безусловно, затраты и стоимость этих услуг, они, рост точнее их опережает возможности государств, как богатых, так и тем более стран бедных. Казахстан, который относится, как вы знаете, к странам, скажем так, со средним доходом на душу населения и ВВП, конечно, он испытывает эти сложности. То есть, с одной стороны, мы видим все больше и больше, так сказать, гонку вооружения, технологий в секторе и связанные с этим потребности. Я думаю, не стоит говорить о том, что структура населения меняется и больше потребление этих услуг, более дорогостоящих, в частности, онкологии. И мы сталкиваемся с этим в большей степени политическим, социальным и экономическим вызовом правительства Республики Казахстан, как обеспечить вот эту доступность услуг. И вот буквально пару недель назад в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи была очень интересная дискуссия. Главы государства выступали, руководители правительства о том, как обеспечить вот этот так называемый universal health coverage, как сделать всеобщее покрытие услугами здравоохранения. Ну и здесь, опять же, все достаточно как бы прозаично, либо широкий охват, то есть измеряется он как бы в трех измерениях, в том числе в ширину, как можно больше людей охватить. Все стараются как можно больше людей охватить, все население. Как можно глубже охватить, имеется в виду в части объема покрытия финансового. И в третьем измерении это, конечно, содержательно, какими видами услуга охватывать, на что делать приоритеты. Здесь тренды разные и рекомендаций очень много, я не хочу о них о всех говорить. Принята декларация, это UNGA, United Nations General Assembly, так называемая декларация по всеобщему охвату. И там есть как бы такие рекомендации, что ли, странам, как двигаться. Мы в своих стратегиях, разумеется, смотрим и на глобальные тренды, и, конечно, смотрим, что у нас непосредственно, как говорится, под носом, те проблемы, которые есть в Казахстане. Ну, здесь, наверное, интересная ситуация. Мы завершаем определенный этап развития в этом году госпрограмму Ден Сау, 16-19 года, и переходим в новую стадию. И, наверное, основным, наверное, вот этим, как бы, гранью между текущим этапом и следующим станет внедрение новой системы, системы медицинского страхования. То есть дальнейшие, уже дальнейшие планы и дальнейшие задачи по решению насущных, долгосрочных проблем необходимо выстраивать из того, что вот как она, новая система, будет дальше модифицироваться, развиваться. Наша команда ставила себе задачу довести этот этап до конца, внедрить этот новый подход. По сути, оно представляет собой достаточно важную и серьезную реструктуризацию внутри системы, которая позволит уже создать новые условия, в том числе устойчивость для решения других не менее важных проблем. В целом, если говорить о наибольших, наверное, основных вызовах, Эльдар мне прислал, там некоторые возможные, так сказать, вопросы, наверное, я бы определил, как сегодняшний руководитель министерства, два вызова, две основные как бы такие challenging фактора, это качество интеллектуального потенциала в отрасли, качество человеческих ресурсов. Здесь мы имеем на сегодняшний день то, что имеем, грубо говоря, и понятно, что для дальнейших уже качественных преобразований в отрасли, если говорить, там какие-то некие структурные реформы мы провели, на новые рельсы поставили, теперь нужны качественные преобразования, без серьезного развития человеческих ресурсов это будет невозможно. Мы создали модель, которая позволит наращивать финансирование, но это не панацея, безусловно, но по крайней мере мы будем в некой степени уже более устойчиво и, так скажем, обоснованно прогнозировать развитие нашей системы. И вот на что мы должны там тратить деньги, в первую очередь вопрос качества медицинской помощи и развития человеческих ресурсов. Здесь много факторов, это и качество услуг непосредственно, это и профессиональный статус, о котором мы в последнее время говорим, множество факторов, связанных с ресурсом и внутри изменения роли, о которых мы тоже говорили, которые никак не происходят. Все это нужно решать и без изменений это не двигается. Я бы сказал, что классическая схема, там врач, средний медработник, младший медперсонал, даже эта схема требует полностью ревизии и пересмотра в условиях очень серьезной трансформации технологических функций. Цифровизация здравоохранения, которая идет везде во всем мире и у нас в Казахстане, она очень серьезно влияет на распределение ролей. Второй фактор, который я бы назвал, опять же, это качество человеческих ресурсов. Как ни странно, здесь я бы хотел сказать о качестве человеческих ресурсов в целом стране и в экономике. Эти два фактора, challenging factors, вызовы, как мы говорим, они между собой очень тесно взаимосвязаны, поскольку качество человеческого потенциала в отрасли, оно не может быть в отрыве рассматриваться от человеческого потенциала в стране, в экономике. Понятно, что мы имеем общую экономическую формат и общую систему образования. Вместе с тем мы понимаем, что те преобразования, которых люди ждут, они во многом зависят от качества человеческого потенциала в обществе. Это и способность, скажем так, генерировать и развивать экономику, генерировать инновационные решения в экономике, поскольку мы привязали будущее своего здравоохранения к экономике, к взносам в систему здравоохранения с фондов оплаты труда, с экономики. Теперь, чем лучше мы будем работать, как нация, как семья, тем больше мы сможем позволять себе тратить на социальные программы, на образование, на здравоохранение. Сегодня мы достаточно ограничены в этом. Но если, соответственно, в этой части будущее Казахстана будет более конкурентоспособным, скажем, средний казахстанец станет более амбициозным, более образованным, более здоровым, и Казахстан как нация будет много зарабатывать, конечно, мы можем себе позволить то здравоохранение, которое хотим. Сегодня мы себе его не можем позволить. И вот эти два фактора между собой связаны, поскольку и качество человеческого потенциала зависит от того, как работает внутри система, и система зависит от общего глобального человеческого потенциала в отрасли. Но если опуститься уже на землю, мы сейчас, по сути, завершаем программу наших действий на следующие пятилетия. Мы в основном привлекли к разработке этой программы как раз-таки новое поколение управленцев, специалистов, экспертов в области общественного здравоохранения. В основном работы шли на базе Республиканского центра развития здравоохранения. То есть не Министерство здравоохранения разрабатывало эту программу. Мы как раз-таки дали возможность активного обсуждения и сбора пожеланий и так далее, и так далее. Но все-таки тем людям, которые будут реализовывать эту программу в следующие пять-шесть лет, поэтому там немного другие акценты. Для нас важно, чтобы, скажем так, в ближайшие шесть месяцев несколько вещей сделать, зайти в систему медицинского страхования, точнее 9 месяцев, утвердить новую государственную программу и принять новый кодекс о развитии нашей системы. То есть это три взаимоувязанных таких шага. И мы перейдем в следующую стадию. Мы говорили о новой крови, новой струе, новом поколении управленцев, менеджеров, патриотов, я бы сказал так, сферы здравоохранения, которым предстоит реализовывать эту новую госпрограмму. В целом акцентов не очень много, но вот с точки зрения возвращаясь к вызовам, мы решили основную стержень этой госпрограммы в ближайшие шесть лет, это будет, скажем такой, инвестиции в детство. Основная канва и основное направление это будет укрепление системы, скажем так, укрепление здоровья детей, если так просто сказать. То есть мы хотим увеличить общий, так сказать, детский бюджет здравоохранения, он, несомненно, есть такое понятие, и мы сейчас вот хотим завершить эти расчеты и посмотреть, насколько мы сможем увеличить детский бюджет нашего здравоохранения, начиная от, разумеется, планирования семьи, укрепления безопасного и качественного рода споможения, и далее те инвестиции, которые необходимо сделать, чтобы на выходе получить вот тот самый качественный и крепкий человеческий потенциал. И поэтому вот я думаю, что это должно быть основной конвой следующей госпрограммы. Кодекс, о котором мы говорим, должен обеспечить вот так называемый legal framework, то есть нормативное поле, которое обеспечит реализацию этой госпрограммы. Мы старались увязать эти два документа между собой. Система трехуровня, система финансирования, то есть ГОБМП, ОСМС и ДМС, полагаю, обеспечит финансовую устойчивость дальнейшего развития. Ну вот вкратце то, что я хотел сказать. Наверное, все-таки я бы предпочел ответить на вопросы. Спасибо. Если у зала есть вопросы, поднимите руку, и вам подадут микрофон. У матросов нет вопросов. Женя Монтайч, Ерлан Бурбав, Ассоциация финансистов. Хотел бы спросить, вот в 2017-2018 году активно обсуждались вопросы ведения гражданской правовой ответственности, страхования гражданской правовой ответственности работников медицинской сферы. В этом году данное обсуждение как-то немножко у нас прервалось. Вообще ожидается все-таки дальнейшая проработка данного вопроса в свете тех событий. Конечно, страхование не может дать иммунитет от уголовной или административной ответственности, но, по крайней мере, защитить интересы врачей, наверное, это было бы правильно. Спасибо. Да, ожидается и планируется. Во-первых, внутри новой госпрограммы есть раздел, связанный в целом с безопасностью пациентов и качеством медуслуг. И связанных с этим вопросы взаимоотношений, начиная от оценки ущерба и вреда здоровью различных форм ответственности, от нынешних до тех, которые в будущем мы хотели бы. То есть сегодня у нас административно-уголовная ответственность, практически нет финансовой ответственности и очень такая скудная профессиональная ответственность. То есть эти и другие, возможно, формы нужно развивать. В госпрограмме мы сделали на это акцент. По страхованию профессиональной ответственности в проекте кодекса есть уже нормы. Они зашли уже в парламент. 17 октября у нас будет первая презентация законопроекта. Вопрос там о обязательном профессиональном страховании ответственности медицинских работников. там предусмотрены. Да, пожалуйста. Жанна Петрович, спасибо большое, что приехали. Скажите, пожалуйста, как движется проект использования искусственного интеллекта IBM в части онкологии, лечения онкологии в Казахстане? Есть ли какой-то прогресс или на каком этапе этот проект сейчас? Спасибо. К сожалению, не очень хорошо движется, поскольку мы завязали в переговорах с IBM касательно стоимости данного проекта. И, честно говоря, мы пока не можем получить такого очень привлекательного предложения, чтобы мы понимали те деньги, которые мы заплатим за этот сервис, какой они дадут эффект. Это не проблема данного продукта, это, наверное, в большей степени проблема нашей системы нынешней и онкологической службы, и цифровой, скажем, цифровизации, насколько мы готовы сейчас, скажем, к таким продуктам и проектам. Основная проблема – это даже не количество данных, а качество данных, которые у нас есть в системе. И, понятно, с учетом того, что есть какие-то старые данные, которые мы накапливали в системе, которые представляют собой в основном перекачку бумажных носителей в электронный, и вот эти новые, которые тоже формируются в достаточно таком интенсивном темпе. Ну, сложно пока нам говорить, на что мы можем какие-то очень серьезные прорывы сделать в этой сфере, поскольку нужно пройти определенную эволюцию стадии. Количество данных, накапливанных, стремительно увеличивается, но нам нужно обеспечить качество этих данных. Поэтому мы решили сейчас акцент сделать, опять же, на, как регулятор, обеспечить рамки, нормы и стандарты, которые обеспечат качество этих данных. И другие вопросы связаны с этим. Соответственно, в новом кодексе один из больших разделов – это касается цифровизации здравоохранения, права и обязанности участников системы, в том числе ответственность за качество вводимых данных. То есть, когда мы в определенной степени будем готовы, конечно, можно вот такие готовые продукты принимать. Но вместе с тем мы открыты и работаем с частным сектором на другие модели. То есть, если есть какие-то интересные инициативы, мы по применению искусственного интеллекта, мы готовы сейчас их уже интегрировать. Но в большей степени мы хотим создать инфраструктуру. Это вот наше глобальное облако, так называемая платформа интероперабельности. И вот этот legal framework – это нормативное регулирование. Илья Амонтальевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас вы говорите, что финансирование сейчас вы будете больше в деле. Будет ли вас обновляться, как раньше в советские времена было, дворовые клубы, бесплатные дворовые клубы уже ходить туда, заниматься спортом бесплатно, кто не может оплачивать, нежели вот они сейчас все в смартфонах сидят? Хороший, но, к сожалению, очень большой вопрос. Конечно, это нужно делать, и у нас есть в наших планах определенные мероприятия. В частности, в рамках развития службы общественного здравоохранения мы законодательно закрепили необходимость межсекторального взаимодействия и роли местных исполнительных органов и неправительственного сектора, и частного сектора в укреплении здоровья как таковом. Потому что в нынешнем кодексе это была все компетенция Министерства здравоохранения. Теперь мы как бы говорим, что вот акиматы тоже несут свою ответственность, и мы вовлекаем частный сектор и неправительственный сектор, один из бурно растущих и мощных игроков в секторе здравоохранения, кстати, в Казахстане в том числе. Содержательно мы увеличиваем финансирование в течение ближайших шести лет на профилактику укрепления здоровья с 4 до 10% от общих расходов здравоохранения. В том числе финансовые стимулы мы предлагаем по субсидированию секции. Пока эта норма обсуждается, мы планируем ее в проектах бюджета в будущем закладывать. На 2020 год она не поддержана, но возможно в 2021 уже будут некие бюджеты выделяться. В целом хотелось бы именно получить хорошее public-private partnership, государственно-частное партнерство в этой сфере, а также государственно-неправительственное партнерство. То есть мы видим сейчас многие модели службы гораздо более быстрее развиваются не со стороны частного сектора, а со стороны некоммерческого сектора. В частности реабилитация, в том числе социальная реабилитация, мы видим, что неправительственные организации гораздо лучше это делают, чем государство. И мы готовы платить за эти услуги, то есть за эти сервисы и тем самым решать эти вопросы. Здесь, наверное, тоже возможны такие механизмы. Мы открыты для предложения. В целом, конечно, хотелось бы в долгосрочной перспективе нам всем поработать, чтобы люди понимали, что инвестировать в здоровье гораздо выгоднее, чем копить деньги на страховку или на лекарства. То есть в этой части это уже такая культурная проблема, которая существует. Добрый день. У меня вопрос по поводу таможенного союза. Можете пару слов сказать о совместных проектах со странами-участницами таможенного союза? Евразийское экономическое сообщество, как мы сейчас говорим. Параметры этого партнерства, они определены законодательством, содружества. Они меняются, они пересматриваются периодически, поскольку это такой некий живой организм, и внутри постоянно, так сказать, проходит какая-то некая химическая реакция, в том числе и между лидерами этих стран. И это влияет на формат. В секторе здравоохранения такого бурного развития, расширения форматов пока нет. Базово от чего начинали, это сотрудничество в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Оно, в принципе, поэтапно развивается в части обмена информацией и создания единых информационных систем по контролю как раз-таки сертификатов, соответствия продукции и обмена информацией. Аналогично в сфере фармконтроля. Ну, новеллы, наверное, то, что наконец-то реализована единая система допуска лекарственных средств. То есть вот в этом году мы впервые выдали сертификат соответствия лекарственных не на национальный рынок, а на ЕС. Здесь, кстати, очень большая конкуренция между регуляторными органами. Мы пытаемся предложить более дешевые, качественные и быстрые сроки регистрации, но рынок больше в России и так далее. В этой связи такая определенная идет динамика. Ожидается большая дискуссия в части мониторинга отслеживания лекарственных средств, системы отслеживания лекарственных средств, то есть создать единую систему отслеживания лекарственных средств в ЕАЭС. Но пока что мы не можем прийти к соглашению, какую платформу, инфраструктуру для этого использовать. Потому что, ну, вот как бы вроде понимаем, что нужно это делать, но все все-таки боимся объединять информсистему. И это многие вещи сдерживает. Пока что вот на этом уровне. Иржан Амутаевич, скажите, пожалуйста, продолжение разговора об искусственном интеллекте. Нашим институтом была разработана программа по искусственному интеллекту в интервенционной кардиологии. Можем ли мы рассчитывать на поддержку Минздрава? Учитывая, что эта отрасль кардиологии очень активно развивается, развивается во всех регионах, и ее внедрение позволило бы в последующем, ну, это отечественный продукт, безусловно, будет, позволило бы уменьшить количество врачебных ошибок. Спасибо. Ну, я скажу так, что развитие и применение искусственного интеллекта – это уже как бы такой некий стратегический приоритет. Вы знаете, глава государства в своем послании четко об этом сказал. И сектор здравоохранения, я думаю, очень в Казахстане именно будет один из таких, ну, наверное, наиболее готовых, поскольку объем накопленных данных в наших системах он достаточно серьезный, значительный. И мы ожидаем реализации таких возможностей, я бы сказал так. Но здесь мы не собираемся инвестировать, то есть мы не являемся, скажем, каком-то центром компетенции, да. То есть мы регулятор, как министерство, мы хотим создать условия для накопления и безопасности данных и дать возможность всем участникам рынка, в том числе и медицинским поставщикам, клиникам и информкомпаниям предлагать нам, предлагать населению, предлагать обществу некие продукты с разной целью. Снижение затрат, улучшение качества диагностики и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь как раз-таки в большей степени надо стимулировать рыночные механизмы применения искусственного интеллекта. Гораздо более серьезной проблемой является регулирование этих вещей, поскольку развитие биоинформатики, в частности медицинской генетики и цифровизации, оно идет очень бурными темпами, но, к сожалению, нет пока что каких-то консенсусов в области регулирования, в том числе этических принципов. Мы в этой связи определенные дискуссии начинаем на глобальных площадках, потому что сейчас, в том числе Всемирная организация здравоохранения, мы посмотрели текущие стратегические документы, они в основном говорят о какой-то инфраструктуре, что нужно делать, какие там системы делать и так далее. Мы как-то смотрим немножко вперед и говорим, что надо сейчас говорить о регулировании этих принципов, в частности этических, коммерческих, технологических и так далее, поскольку сейчас у нас уже идет дискуссия в Казахстане, в частности с моим любимым оппонентом Хуанышем Керемкуловым, он говорит, что эти данные принадлежат клинике, в принципе многие клиники об этом говорят, а информкомпании, например, нелюбимая всеми Дому Мед, они говорят, что эти данные наши, поскольку они хранятся на наших серверах. Люди говорят, это наши данные, поскольку это моя персональная информация. И какова здесь роль государства? Государство, наверное, должно сделать так, чтобы все были довольны и все могли от этого получать какой-то рост и безопасность, и качество услуги. Добрый день. Я бы хотела задать вопрос о развитии сельстринского дела в Казахстане. То есть, каковы перспективы вообще смены взглядов на средний медицинский персонал, то есть как на независимых работников? Спасибо. Хороший вопрос. Наверное, как министр здравоохранения я должен сказать, что мы уделяем большое внимание развитию сельстринского дела и очень много сил и средств в это вкладываем. Но вынужден признаться, что, к сожалению, мы не делаем того, что должны делать, как министерство здравоохранения, по крайней мере, в том объеме, в котором мы должны это делать. Безусловно, если вот там 10 лет назад, когда мы смотрели и понимали, что в условиях роста технологичности, когда все больше и больше техники приходят на помощь врачам, и, соответственно, нужно перераспределять роли, мы говорим, что надо роль медицинский персонал повышать для выполнения каких-то базовых функций и передали, в многие страны начали передавать эти функции, этот тренд пошел, мы немножко с этим опоздали уже. Сейчас уже мы выходим на некий, в целом глобальный здравоохранения, на новый технологичный уровень, в частности цифровизация, и здесь тоже определенные вызовы есть, и мы каждый день с этим сталкиваемся, о том, допустим, кто ведет записи, кто ведет учет медикамента, кто ведет поддержку хирургического вмешательства и так далее. Конечно, здесь нужно смотреть, исходя из формирующего рынка компетенций в новой системе здравоохранения, если мы видим, что здравоохранение трансформируется, то в ближайшие 5-6 лет, понятно, мы хотим перед собой какие-то задачи поставить, какие будут компетенции нужны, и уже исходя из этого требования к среднему и младшему и высшему персоналу, исходя из образования. Но мы запаздываем с этим, пока мы планируем, время быстрее идет. В сфере сестринского образования мы, конечно, программу какую-то для себя утвердили, что мы будем развивать прикладной бакалавриат как наиболее прагматичная модель, которая в мире себя доказала, но, наверное, уже она очень медленно развивается. И нынешнее состояние сестринского образования, сестринского дела еще ниже, очень плачевное состояние, к сожалению. И нам нужны какие-то более кардинальные решения. И я призываю всех к этой дискуссии, дайте нам предложение, что нам делать. Сегодня половина образовательных организаций частные, и где в конечном итоге нету конкуренции такой, чтобы как высшему образованию, которое преследует за собой в конечном итоге качественные услуги в секторе. То есть сегодня, например, мы видим долю частного сектора среди поставщиков ГОБМП, она уже превысила 50%. В этом году она превысила 50%. То есть это о многом говорит на самом деле. И мы ожидаем с этой стороны очень больших сигналов и прессинга на качество подготовки кадров для отрасли. Мы ожидаем, что все-таки будет больше и должно быть больше инвестиций работодателей в подготовку и переподготовку кадров. Кстати, в новом кодексе мы закрепили новый подход к праву медработников на повышение квалификации за счет работодателя. Если в нынешнем кодексе это был только в основном государственный образовательный заказ и заказ местных исполнительных органов, то теперь все работодатели обязаны обеспечивать поддержку программам повышения квалификации, в том числе для среднего медперсонала. То есть да, есть вопросы по этой роли. И тут надо нам серьезно работать. Если будут предложения, мы готовы активно работать в этом направлении. Сема. Жанн Матайович, добрый день. Я хотел бы спросить, предполагается ли реализация каких-то пилотных проектов с участием частных компаний в подготовке данных для искусственного интеллекта? Извините, в сфере какой? Вот реализация пилотных проектов с участием частных компаний. То есть там министерство собирается привлекать частные компании для реализации каких-то пилотных проектов. Вот как в подготовке данных для искусственного интеллекта? А, в сфере искусственного интеллекта? Да. Да, мы в принципе один проект реализовывали с частной компанией, ну фонд медстрахования, кстати. Я надо уточнить, на какой стадии этот проект. Но первоначально частная компания проинвестировала в принципе в свою формулу, алгоритм и анализировали наш так называемый знаменитый РСБ, электронный регистр стационарных больных. Фонд софинансировал. Смысл был такой, что алгоритм, машина, она учится, анализируя данные всех выписанных пациентов, это где-то 3 миллиона человек в год, да? И у нас данные накопились достаточно большие. И на основе анализа вот просто вот статкарт определяла риск повторной госпитализации. И хорошая была на самом деле интересная модель. И я думаю, что фонд медстрахования будет хорошим партнером для частного сектора, поскольку взаимные интересы. Мы бы хотели меньше контроля качества, в частности, экспертизы и управления объемами и качеством медуслуг делать механические, то есть человеческий фактор исключить. Если есть такие идеи, добро пожаловать. Было бы интересно. Здравствуйте. Мне хотелось бы задать два вопроса, если можно. Первый вопрос. Вот в продолжении того, что вы сказали о реабилитации и о том, что в некоммерческом секторе это может решаться более эффективно, я хотела бы сказать, что на самом деле в мире существует определенный уже опыт о том, что объединение, скажем, медицинских и социальных вопросов, и в частности, есть такое направление, как социальная медицина, например. И на сегодняшний день в программе развития здравоохранения Узбекистана прямо в программе закреплено создание агентства медико-социальных услуг, куда будут переданы вопросы экспертизы, разного рода вопросов реабилитации инвалидов и так далее. Планируется ли в связи с тем, что у нас сейчас будет уделяться большое внимание реабилитации, создание некого такого департамента, может быть, медико-социальных услуг в рамках министерства? И второй вопрос касается того, видите ли вы каким-то образом изменения подходов к менеджменту в рамках клиник? В целом клиника или реабилитационная? В целом, да, потому что, к сожалению, мы видим, что у нас при том, что достаточно активно внедряются элементы корпоративного управления, достаточно активно есть организаторы здравоохранения выпускаются. Тем не менее, подходы к менеджменту остаются, к сожалению, скажем так. По первому вопросу, да, мы имеем четкое понимание того, что изолированная медицинская реабилитация и социальная реабилитация, и вот ту деятельность, которую в сфере образования осуществляют, и вот три вида различных учреждений, все это пережиток прошлого, и от этого надо избавляться. И мы сейчас в правительстве очень серьезно, интенсивно над этим работаем. Но в целом уже разработан некий план действий, и с учетом привлечения необходимого финансирования и так далее, на самом деле очень большая поддержка и инициатива первого президента Эльбаса. И мы начали уже сейчас пытаться понять стандарт, стандарт вот такой, скажем, интегрированной реабилитации и уходить от принципа 21 койка день. То есть понятно, есть чисто медицинская реабилитация, например, после травмы, она остается там, и мы на следующий год будем ее активно развивать. Но вот что касается медико-социальной реабилитации, то полагаем, что надо переходить на центры постоянного сопребывания, чтобы родители могли привозить детей или находиться там, и вечером забирать, и с ними работали бы и медики, и педагоги, и психологи и так далее. То есть я сам видел такие центры, вот в Алма-Ате есть очень хорошее впечатление. Нам нужно просто как бы сделать так, чтобы не зарегулировать, но все-таки некий какой-то единый подход, критериев, качество делать, поскольку почему мы это хотим? Потому что мы хотим это финансировать. И мы хотим это финансировать в том числе в рамках медицинского страхования. Поскольку мы считаем, что это правильно инвестить, смарт, поскольку в реабилитацию инвестируем, мы снижаем затраты в других сферах. Ну и отвечаю, да, департамент социальной медицины в министерстве уже создан. В ближайшие дни я подпишу приказ. То есть он уже решением принято, да, и департамент будет заниматься вот этим вещами. Что касается менеджмента, тоже вы знаете, у нас был некий стратегический посыл в «Сто шагах нации», когда сказали, необходимо развивать частный сектор и развивать корпоративное управление. Кстати, там не было такого, что это корпоративное управление надо только в госсекторе развивать. Ну, если так дословно читать. Ну, понятно, что мы посадили к себе в госпрограмму, которая сейчас 16-19, меры по развитию менеджмента и корпоративного управления. И пытались много чего сделать, да. Помимо вот своих компетенций, как министерство в сфере регулирования управления организациями, что-то еще экстра. Ну, например, мы заставляли облздравы создавать наблюдательные советы, набирать туда людей, делать более прозрачным и так далее, и так далее. Ну, к сожалению, вынужден признать, что Министерство здравоохранения – это не тот орган, который должен заниматься развитием корпоративного управления и в целом менеджмента, и внутренней корпоративной культуры. Как ни странно, при всем моем желании, я бы очень сильно хотел, чтобы мы могли. То есть, когда мы ходили в Министерство финансов и говорили, нужно в медицинских организациях поднять статус наблюдательных советов и дать им полномочия, как в акционерных обществах, все были против. Потому что до сих пор считают, что госпредприятие – это государственное, оно должно единоличное управление. Но мы добились существенных сдвигов, и сегодня, допустим, государственные предприятия в здравоохранении, наблюдательные советы имеют гораздо больше полномочий, чем в любой другой сфере. Но по факту эти все полномочия остаются невостребованными у собственников, поскольку я понимаю, корпоративное управление, в первую очередь, это интерес и собственников, и общества. Собственников компаний, которые производят некое благо для общества, чтобы была прозрачность, была эффективность и было качество услуг. Собственники – это местные исполнительные органы. И все наши призывы развивать менеджмент и корпоративное управление практически игнорируются. И у нас нет рычагов. За кодексе об охране здоровья там прописано, кто за что отвечает. Мы регулятор. То есть регулятивные действия мы совершили. Мы разработали пакет нормативных документов, пакет методологических, корпоративных лучших практик. Их первый год мы сделали совместно с IFC, все это спустили вниз, у себя внедрили в подведомственную организацию. Внедряем там и так далее. Но, наверное, в большей степени должен быть стимул, во-первых, со стороны непосредственно местных властей, которые являются хозяевами 90% государственных клиник. И инициатива со стороны населения. Население тоже, когда мы говорим, активно вовлекайтесь, это только недоверие, наверное, в большей степени играет. И затем уже, когда будет некий контроль над менеджментом, соответственно, возникнет спрос на качественный менеджмент. Потому что мы, что мы делали? Мы все эти годы создавали кафедры общественного здравоохранения, организации здравоохранения, учили людей, так сказать, от А до Я, устав несения вот этой нашей менеджерской службы. Но если нету каждодневного спроса, интереса и мотивации, то это все, к сожалению, малоэффективно. Поэтому вот в этом направлении нужно... Я рад вот услышать, что Алмата наконец-то пошла, и вот начали привлекать представителей общественности, средств массовой информации, наблюдательные советы. Вот больница скорой медицинской помощи, я читал, что проводят заседания. Ну, наши университеты также активно в этом направлении работают. Но в частном секторе наверняка есть тоже свои вызовы, потому что ведь менеджеры воруют не только в государственных организациях, но и в частных организациях. И количество там дел, которые рассматриваются... Вот я председателем Верховного Суда встречался, он мне показал, я вообще ошеломлен. Вот эти экономические иски между менеджером и собственниками, они зашкаливают просто. То есть вопросы есть, ну, нужно просто работать над этим. Добрый день, Елена Анатольевна. Прошу прощения. Дай мне уступить. Да, конечно, уступим. Пожалуйста. Уступает он. Здравствуйте. Я два часа назад читала доклад об актуальности деменции. И на сегодня пожилое население у нас в стране составляет больше 11%. Это критическая масса. Это основной потребитель медицинских услуг. И в отношении деменции как раз-таки у нас вообще ничего не делается. То есть врачи не выставляют этот диагноз. Естественно, не назначается правильное лечение, мы не получаем никаких результатов. Что в этом плане собирается меняться? Потому что мы до сих пор не входим в список стран, которые диагностируют деменцию, назначают правильное лечение, согласно Всемирной организации сфереохранения. Спасибо. Не знаю, что вам ответить. Честно скажу, не буду пытаться, так сказать, изображать специалистов. У нас есть научный центр психических проблем здоровья, психического здоровья, mental health. Что мы делаем? Мы хотим в целом перейти на какие-то международные стандарты по mental health. Я не знаю, насколько это отвечает вашему вопросу или нет, но тем не менее мы как регулятор в большей степени видим важность системных преобразований. Конечно, в каждой конкретной отрасли, в каждом конкретном заболевании есть клинические лидеры, например, микроти, атрезия, скандальную гематологию. То есть я все-таки хотел бы, чтобы клинические лидеры пришли и сказали, нам нужно вот это, нам нужно вот это и так далее. А мы должны это будем поддерживать, соответственно, политическими решениями. Не знаю, что вам ответить, но если проблематика есть, я так понимаю, то давайте мы готовы в этом плане поддержать. через академические центры. Почему вот важны, не важны не ИНЦ, как мы думали, научно-исследовательские центры, важны академические центры, университеты, кафедры, университетские клиники, которые должны быть вовлечены в процесс развития и реформ. К сожалению, они у нас там сами по себе, там живут своей жизнью. И когда мы говорим, мы хотим вкладывать деньги и поддерживать evidence-based, там доказательные, правильно научно обоснованные технологии, то у нас там разрыв идет. И в результате эта ниша заполняется непонятно кем, в том числе каким-то непонятными решениями, непонятными протоколами, лекарствами, которые государство финансировало там многие годы, и технологиями, которые, признаюсь, там просачиваются. Вот с этим, и поэтому я считаю, что нужно в этой части развивать университеты. Мы активно в последние годы вовлекаем университеты. Следующая стадия, наверное, все-таки университеты начнут формировать уже некое профессиональное сообщество. Мы долгое время пытались сами это делать, но не получается у министерства развивать профессиональные ассоциации, вот эти НПО медицинских работников. Надеюсь, вот сейчас некий катарсис идет, в сфере взаимоотношений общества и медицинской среды. И думаю, что университеты станут все-таки, не знаю, тем медиатором, кем они должны стать, на мой взгляд. Поскольку как-то у нас была очень интересная дискуссия в правительстве. Господин Кожахметов, руководитель Гражданского альянса, очень интересную вещь сделал. То есть с точки зрения ключевых стейхолдеров общественного развития устойчивого, мы выпустили, оказывается, что, ну, я не знаю, мне очень эта идея понравилась, что университеты являются одним из государства, то есть правительство, бизнес, население, университеты. Роль очень большая должна быть. Извините, пространный ответ. Пожалуйста. Зафар Вахидов, компания ТЭВА. Это у меня, видимо, деменция уже начинается. Я бы хотел апеллировать того, что недавно был вопрос за затронутой этики. Как мы знаем, во многих странах, как и медицина, так и, допустим, фармацевтика, они регулируются этически, но этически регулируется обычно саморегулирование. То есть индустрия зачастую через медассоциация, ассоциация врачей, ассоциация бизнеса. У нас, допустим, там МПП есть, там Акен регулирует определенные чистые моменты сами. Ну, кроме того, что есть законодательство о персональных данных, есть регуляторы, естественно, есть базовые вещи, которые, естественно, регулируются законом. Насколько, как вы относитесь к возможности этического регулирования регулирования медицинской профессии и фармацевтического, допустим, взаимодействия бизнеса в целом в этой, как бы, скажем, смежных отраслях в Казахстане. Вы верите, что это возможно? Мы придем к этому когда-нибудь, на ваш взгляд? Ну, даже не скажем так, не когда-нибудь, а в ближайшей перспективе. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Отличный вопрос. Да, действительно, сегодня, скажем, если так формально говорить, что министерство, уполномоченный орган, имеет определенные полномочия, обязанности в свете некоторых аспектов этического регулирования, в частности, клинических исследований, или продвижения лекарств. То есть некие аспекты этики в медицинской деятельности мы обязаны регулировать. И этих аспектов гораздо больше, как мы знаем. Теоретически, конечно, возможно, но я думаю, что это неправильно. Я думаю, что все-таки этика, как все-таки производная, ну, скажем, этические принципы деятельности, безусловно, они должны быть какой-то там, опять же, нормативный фреймворк иметь. Но вот есть же формальные инструменты, да, этические, есть неформальные инструменты. И сегодня проблема как раз-таки не с формальными какими-то элементами этики или, как говорится, корпоративной культуре в секторе здравоохранения. С формальными тоже проблемы, но еще больше с неформальными. То есть люди начали отклоняться от базовых этических принципов, которые предполагались, что это как бы предусмотрено и так. Оно нигде не прописано, да? То есть когда там, я не знаю, как проводить консилиумы, как ходить на обходы, как разговаривать там с пациентами. Есть вещи прописаны, есть вещи не прописаны. И сегодня вот много проблем из-за того, что люди начали отклоняться от этих принципов. Мы, когда мы в Министерстве здравоохранения посмотрели, мы сказали, давайте все-таки мы будем усиливать вопросы этики, театологии, связанных с этим навыков, в том числе коммуникативных, на базе медицинских образовательных учреждений. До вузов добрались, увеличили часы и так далее, поддерживаем. Это же еще и дальнейшая процедура. Человек пришел с университета с чистыми помыслами, с хорошими принципами, желанием работать в центральную районную больницу какого-то района, где все построено совершенно на других ценностях. И все это, в лучшем случае он уйдет, в худшем он просто трансформируется. Поэтому как здесь эти вещи регулировать, я не знаю. Мы сегодня сталкиваемся с массой кризисов именно этических, я бы сказал. Многие проблемы, скандалы, катастрофы зачастую имеют с собой не финансовую подоплеку, а этическую подоплеку. Она вытекает из отсутствия какой-то управленческой культуры. И системные проблемы в целом, конечно, управления влияют на это. Когда мы отдали все это на откуп местным исполнительным органам, я все-таки продолжаю на эту тему дискутировать активно. И нет требований именно к руководителям организации, чтобы он отвечал за внутреннее развитие больницы. Не просто достижение показателей летальности, но и, например, текучесть кадров или средняя зарплата. А что для этого нужно делать? Нужно развивать внутреннюю культуру, командный дух и так далее. Формальные и неформальные институты. Поэтому, думаю, на первый план должны выйти не государственные союзы, объединения и формировать так называемую цеховую культуру. Министерство в этом плане не всемогущие. Вячеслав Натанович знает, мы много дискутируем. Вячеслав Натанович перекидывает мяч и говорит, что у нас нет внутренней культуры, уважения к профессорам и так далее. Разве Министерство спорта формирует рейтинг Головкина или его статус? Так же, как и Министерство здравоохранения все-таки формирует определенную внутреннюю культуру и среду, которая бы тянула всех вплоть до районной больницы и дальше. Поэтому все-таки считаю, опять же, пытавшись и не удавшись в этой части, многие вещи должны быть официально переданы в неправительственный сектор, в профессиональные ассоциации. Мы должны развивать в этой части саморегулирование. Но я так понимаю, к этому тоже нужно созреть. Попытки создать это командным путем ничего к хорошему не приводят. И оттуда эти этические принципы должны принести и сказать, вот этические принципы, давайте мы их зафиксируем, формальную часть. Допустим, запрет продвижения. Вот мы запрещаем продвигать лекарства. Фармкомпаниям это не нравится. Даже в Нью-Йорке у меня были встречи, говорят, вот вы нам запрещаете больницы посещать, а мы должны делать фармнадзор, собирать информацию о последствиях лекарств наших. Такой замысловатый ход был. А что делать, допустим, по назначению лабораторных анализов? Вот как этически воспринимать ситуацию, когда некие лабораторные компании дают так называемый кэшбэк врачам за назначенные исследования? Вроде стимулируют их к тому, чтобы качественно обследовать пациентов, да? Но ведь стимул идет за количество назначений. И вроде все законно. Но эти как все-таки здесь нарушенные, я считаю. То есть мы не можем сказать, давайте запретим это делать. Наверное, нужно где-то запретить, но кто будет оценивать достаточное количество анализов назначенных или чрезмерные? И так дальше по медуслугам тоже есть вопросы. Когда вместо стентирования делают АКШ, чтобы больше денег заработать, или операцию по эндопротезированию делают раньше, чем она показана, можно еще человеку, как говорится, помочь, пожить и так далее. Нет, давайте быстрее прооперируем. То есть тут полный спектр вопросов. И хороший вопрос, еще раз говорю, но нужно нам всем сообщать, его двигать и очень серьезно обсуждать. Спасибо. Уважаемые гости, можно задать последний вопрос? Жанн Монтайевич, добрый день. Не могли бы Вы поделиться Вашей позиции касательно профессиональной ответственности врачей в связи с теми прецедентами, которые сейчас бурно обсуждаются в СМИ? Спасибо. Спасибо, поделюсь. Ну, что касается первой, я считаю, что вот здесь упущение министерства в том, что мы не очень активны в регулировании этих вопросов, поскольку правительство инициирует законодательные акты либо дает свои мнения по тем или иным вопросам. И изменения в уголовный кодекс практически каждый год заходят. В прошлом году нам удалось сделать очень важный факт, который был непросто на самом деле, но никто этого не помнит. Но мы из 317 статьи знаменитой удалили пункт несоблюдения стандарта, поскольку тут уж совсем вольная трактовка была. но осталась ненадлежащая. Но, тем не менее, жизнь показала, что это ненасколько не облегчило жизнь ни правоохранительных органов, ни судей, ни медработников. То есть нужны более конкретные формулировки. И мое отношение как министра нужно как можно быстрее принять консенсус и зайти. Буквально вчера мы этот вопрос обсуждали спикером парламента Нурлан Зайлаевич. Он говорил, что в парламент очень много обращений со стороны медработников, в том числе радикальные, полностью декриминализирует. Нет, конечно, никто не ставит вопрос, что полностью сделать врачей особой кастой неприкасаемых. Нет. Нужно просто все четко разрегулировать. Я не знаю, как пока еще. То есть нужно кропотливо это все выработать. Махсут Каримович, хочу сказать спасибо. Они подхватили мой призыв. Мы две-три недели назад в Копенгагене, когда это все начиналось, я попросил, давайте мы на базе вашего союза обсудите. И вот в Ахтубе они провели съезд, обсудили. И вот уже хоть что-то есть, с чем двигаться. У нас есть время. Есть поручение президента о декриминализации уголовного законодательства. И где-то в течение этого, по-моему, до конца года мы должны уже сформулировать свои предложения и внести их в парламент. То есть это первое. Второе, внутри, как я говорил, должны быть законодательно закреплены разные формы ответственности. Не только уголовное или административное, но и профессиональное. Собственно, вопросы оценки ущерба связаны. Лишаем мы лицензию на совсем или приостанавливаем на некое время. Вот почему там на год, что этот год делает человеку и так далее. Вопросов много, поэтому здесь готовых рецептов у меня нет. Но как бывший доктор, я скажу, что эти ситуации были и будут. И надо к ним спокойно относиться просто. Понимаете, тут эмоции, тут ни при чем. Я говорил, я сам был, на меня возбуждали дела, когда я работал реаниматологом, поскольку это естественно. А сейчас это будет сплошь и рядом. Пока не будет четких правил игры, нам нужно не, как говорится, эмоционально здесь реагировать. Вот вчера мы обсуждали со своими сокурсниками. Там самопожертвование какое-то, давайте встанем и уйдем и так далее. Но зачем это нужно? То есть да, у нас есть какие-то эмоции, но сейчас не об этом-то речь. Нужно побыстрее организоваться медицинскому сообществу и четко дать предложение, их лоббировать в парламент. Так как это делается в цивилизованном мире. Мы готовы поддержать. Парламент готов поддержать. Надо быстрее это сделать. И тогда этих вопросов не будет. Но эксцессы, кейсы, они всегда были и будут. Они есть везде. И будут СМИ публиковать их и так далее. Но по крайней мере каждый раз желание взять все и сжечь, выйти или еще что-то сделать, этого не должно быть. То есть нужно грамотно с этим вопросом ходиться. Еще раз говорю, что месяц назад мы говорили, я обращался, когда с медиками города встречался. Ребята, ну время не ждет. Вы видите, за этот месяц сколько чего произошло. И еще что дальше будет? Дальше будет, боюсь, повториться, будет еще хуже. Когда, как говорится, вот эти дела подойдут к суду и будет в суде публично это все рассказываться, будет очень, как нам, горячо всем. Не только медикам, но всем. Поэтому не надо ждать. Уже это все требует скорейшего решения, оформления и так далее. И это еще раз говорю, это не совсем та функция Министерства здравоохранения, которая от нас ждет. Министерство здравоохранения в первую очередь обеспечивает право граждан на охрану своего здоровья. Это в первую очередь. И второе, конечно, это развитие человеческого капитала в отрасли, в том числе и, как я говорил, мотивации, защиты и так далее. Но мы готовы вот такие консолидированные позиции и предложения поддержать. Спасибо за внимание. Я вынужден оптаниться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.